Приветики мои дорогие! Ну что, лягушатники никак не успокоятся, опять накатали им видос всякой гадостью на Россию. В этот раз, значит, они рассказывают о том, что цифровая армия России, всякие хакеры, Баширова, Петрова и так далее, опять угрожают Европе и миру на земле. Ну что, начинаем смотреть. Видео, размещенное в мессенджере Телеграм, которое подняло по тревоге все государственные службы. 2 марта 2024 киберармия России заявляет о компьютерной атаке на блокпост во Франции. Приятного просмотра, друзья! Слава России! Снимки с беспилотников плотины Курлон, Сюрьон в Бургундии и видеозаписи. Российские хакеры хвастаются, что получили контроль над инфраструктурой через ее компьютерный интерфейс. Они дистанционно активируют клапаны, влияют на уровень водоснабжения и выработку электроэнергии. Это снимки, которые были украдены у фотографа-любителя, который опубликовал снимки, сделанные с помощью дрона с этой плотины. Так что они просто переделали монтаж с целью, какая-то немного запоминающаяся музыка, а затем очень быстро на самом деле. Когда мы немного посмотрим именно это видео из заявления о том, что мы взломали эту дамбу, мы понимаем, что на самом деле название неправильное. В видеороликах на внутренней панели, которая представлена, это написано в нижней части центральной части Курляндии, которая совсем не похожа на город во Франции. Взломанный объект находится в 115 километрах севернее, в Курляндии и в Шампане 300 жителей. А электростанция на самом деле представляет собой небольшую мельницу, расположенную на реке Вели, водотоке, который протекает через коммуну и проходит под садом Ванессы жительницы. Он мог переполниться, и чем выше поднимется вал, тем больше он переполнится, он затопит. У вас за спиной старая фабрика, а вон там, прямо за ней, собственно сетка для лошадей. Вы прекрасно выглядите, там плотина, там мост, на самом деле все это есть. Российские хакеры проникли в компьютерную систему управления мельницей. Они взяли в руки и дистанционно привели в действие клапан, а затем вызвали сброс воды, в результате чего уровень воды изменился на 20 сантиметров. Я думаю, это просто чтобы напугать. Вот и все. Я хочу сказать, вот мы и здесь. Будьте осторожны. Я воспринимаю это как предупреждение. Обнародование того факта, что нам удалось проникнуть даже на небольшой объект во Франции, является формой демонстрации силы, говорящей о том, что мы можем ударить вас до вашего дома. Те же хакеры атаковали аналогичные цели в Соединенных Штатах. Эти атаки были приписаны компаниями, занимающимися кибербезопасностью, хакерской группе Сэндвом, The Glass of Sand, также известный как Эпт-44. Бенуа Грюненвальд хорошо знаком с Сэндвом. Его компания, в частности, помогла украинским властям в борьбе с этими особо опытными российскими хакерами. Они часто первыми совершают атаки, которые они совершают. Например, отключили подачу электроэнергии на Украине, такого раньше не было. Они также участвуют в операциях по дестабилизации и в операциях по оказанию влияния психологического характера. И эти характеристики в сочетании с объемом делают Сэндворм группой, которая в кавычках необычна. Но прежде всего Сэндворм, как сообщается, напрямую связано с ГРУ, российской военной разведкой. И это та самая группа, которой французские власти приписывают взлом Макрон Ликс электронных писем предвыборной команды Эммануэля Макрона в 2017. Целью Макрон Ликс было проникнуть в электронные письма во время кампании, чтобы иметь возможность получить информацию и сорвать эту кампанию. Так что это прежде всего операция по влиянию и политической дестабилизации, которая использовала киберпространство в качестве средства доставки. Кибер это всего лишь средство, а не цель. На самом деле политическая цель имеет первостепенное значение. Нападение происходит все чаще и чаще, особенно против Франции. Как и эти беспрецедентные по интенсивности компьютерные атаки на несколько министерств 10 марта прошлого года. Несколькими неделями ранее в своем ежегодном отчете Национальное агентство информационной безопасности ANSI предупредило о беспрецедентной угрозе. Государственные субъекты, связанные с Россией, вернулись как никогда раньше. Мы обнаружили проникновение в критически важные объекты инфраструктуры. Они действуют как шпионы. Они ничего не делают, кроме как проверяют, что они установлены. Они ждут наступления дня Д, когда им будут даны инструкции. Во всем мире другие страны, такие как Северная Корея, Китай или Иран, также практикуют такого рода атаки. Но во Франции в течение нескольких месяцев российские маневры вызывают особое беспокойство. Потому что проведение европейских выборов, а затем и организация Олимпийских игр в Париже, делают шестиугольник главной целью для режима Путина. Существует очень долгосрочная стратегическая цель, которая заключается в том, чтобы ослабить западную либерально-демократическую систему, особенно в предвыборный период. Мы предпринимаем беспрецедентное наступление в условиях, когда она очень устойчива и настойчива. России все больше и больше нужно влиять на европейское общественное мнение, чтобы заставить его прекратить поддержку Украины. России нужно, чтобы мы прекратили помогать Украине. Их цель ясна. Именно поэтому они усиливают давление. 14 мая прошлого года Франция с ужасом обнаруживает десятки красных рук, отмеченных на стене праведников у мемориала Холокоста в Париже. На первый взгляд, антисемитские граффити в контексте Израиля и Хамаса. С 7 октября мы наблюдаем всплеск антисемитских действий, настоящий взрыв на мировом уровне. Это верно во многих странах мира и, к сожалению, верно и здесь, во Франции. На самом деле, французское правосудие расследует подозрения в иностранном вмешательстве. Полицейские установили, что три человека, замеченные с помощью камер видеонаблюдения и блокировки их телефонов, забронировали отель из Болгарии, а затем перебрались из Парижа в Брюссель. Метод операции, напоминающий тот, который использовался 24 октября прошлого года. Нарисованные по трафарету голубые звезды Давида, обнаруженные на многих зданиях Парижа. Преступники бегут в Болгарию, а две недели спустя французские власти обвиняют Россию во вмешательстве. Французское общество крайне поляризовано в отношении того, что произошло в Газии и Израиле. И российские действующие лица просто приедут и проведут эту операцию, которая имеет с этой точки зрения решающее значение. Точка зрения сработала, поскольку на самом деле традиционная французская медийная экосистема взяла на себя это дело, широко освещала его, и в течение ряда дней считалось, что на самом деле это было возрождение именно антисемитизма, мотивированного в частности исламизмом. Даже несмотря на то, что на самом деле это была операция, направленная на разжигание антисемитизма во главе с Россией. А потом, когда мы узнаем, что это она маневрирует, в некотором смысле это демонстрация силы, которая говорит, смотрите, это были мы. И мы можем сделать это у вас дома, и мы можем начать все сначала. И поэтому это вдвойне выгодно людям, которые проводили эту операцию, потому что они создают панику, это действительно работает. И на втором этапе они могут использовать это как демонстрацию силы. Российские спецслужбы не просто отправляют агентов отмечать улицы Парижа, чтобы разжигать ненависть. Они также участвуют в распространении дезинформации. Ви Дженам, государственная служба по контролю за иностранным вмешательством в интернете, обнаружила необычную активность поддельных аккаунтов на Икс. Она идентифицировала 1095 из них, которые поделились более чем двумя тысячами пятьюстами публикациями, связанными со звездами Давида, отмеченными в Париже. С фотографиями тегов, которые никогда ранее не публиковались. Во время, например, дела о звездах Давида, которое велось пятым отделом ФСБ, который является отделом ФСБ, отвечающим за эти международные операции. И ну некоторые изображения, некоторые фотографии были перехвачены и распространены вирусами. Сеть двойников в массовом порядке. Двойник – это мощная и организованная пророссийская сеть дезинформации, разоблаченная менее двух лет назад. Она была частично обнаружена французским исследователем, базирующимся в Брюсселе. Александр Аллафилипп является соучредителем D-Info Lab, лаборатории по изучению дезинформации. Мы называем это операцией двойника. Почему? Потому что в то время она была нацелена в основном на Германию. Двойник, что по-немецки означает «злой клон». И мы называем эту операцию, потому что там присутствуют злые клоны из газет. Десятки почти идеальных клонов с веб-сайтов, ведущих европейских СМИ. Le Monde или, например, «20 минут во Франции» или «Германии», журнал Der Spiegel. Все основано на незаметном изменении URL-адреса, адреса интернет-сайтов. Что собирается делать Appelgagjor? Они собираются создать веб-сайт, который будет называться www.spiegel. ООО, например. У вас есть ООО, у вас есть. Новости. Сайт ТОП ВИПИ ЛИФ и, следовательно, эти расширения. Их на рынке около 1600. Вы можете купить 1600, которые не обязательно являются настоящими. Водящие в заблуждение адрес, чтобы рекламировать поддельную статью, скрытую под внешним видом настоящего сайта. Они зайдут на сайт Spiegel. Вы увидите там меню с Home и так далее. И все это будет правдой. Вот что будет совершенно неправдой. Вот что. Дело в том, что статья в середине будет неправильной. И эта статья будет доступна по этому URL-адресу. И поэтому то, что они собираются делать дальше, это то, что они собираются перейти на Facebook или Twitter. У них будут небольшие аккаунты, которые будут использовать этот URL-адрес. И они будут платить за его распространение на тысячи аккаунтов. По подсчетам неправительственной организации, экспертиза в период с августа 2023 по март 2024. Пророссийский контент, распространяемый с помощью рекламы, купленной на Facebook, достиг только во Франции в среднем 140 тысяч аккаунтов в день. Последний пример на сегодняшний день, 24 мая прошлого года, десятки аккаунтов в Твиттере, боты, опубликовали поддельную статью парижанина, призывающую голосовать за партии патриоты Европы. Но внимательный глаз увидит, что ссылка, размещенная в Твиттере, ссылается на Lepo Asian URL. В Ане Пуэнтефар стоит за Допелганджор, двумя российскими пиар-компаниями Structure и Эсп. Согласно кремлевским утечкам, утечкам конфиденциальных данных, обнаруженным в феврале 2024. У нее достаточно средств, например, для покупки рекламы в социальных сетях. Кремлевские Никс, в частности, выявили, что государство выделяет этим игрокам абсолютно значительные суммы, несколько десятков или даже сотен миллионов долларов. Мы имеем дело с частными компаниями, которым российское государство собирается делегировать часть своих королевских функций в области влияния и дезинформации. Мобилизовать технологии, которые, по его мнению, могут повлиять на ситуацию в стране. Современные цифровые технологии, которыми владеют эти частные игроки и делают контент потенциально более вирусным. Предполагаемый субподряд и актеры, которые, кажется, не ставят перед собой никаких ограничений. В июне 2023 они поделали страницу Министерства иностранных дел Франции, объявляющую о введении нового налога. Или еще в марте прошлого года поддельная веб-страница Министерства обороны утверждала, что Франция вербует солдат для участия в боевых действиях на Украине. Если существует реальная вербовка, то это вербовка представителей пророссийского общественного мнения во Франции в войне за влияние, которая иногда заходит слишком далеко. Сеять смуту в неожиданных местах. Этим апрельским вечером муниципальный совет талантов Кот-де-Ор более неспокойный. Как обычно. Я был там. Избранные должностные лица должны решить судьбу заместителя по экономике и городскому планированию Серила Гоша. Здравствуйте. Нет, кроме вас. Он обвиняет вас в том, что вы приняли приглашение Кремля в качестве наблюдателя на президентских выборах в России, на которых Путин был переизбран большинством голосов. Ну что же, это тур поцелуев. Привет, Гийом. Мы собираемся преподать великие уроки демократии в Восточной Европе, сделав хуже у себя дома. Убив человека, который уважал закон и был прозрачен. Серил Гоша присутствующий. Присутствие в Москве его заместителя. Мэр уверяет, что обнаружил это в прессе. Итак, сегодня 16 и 17 марта. Мне на мобильный звонит корреспондент Франции Инфо в Москве и сообщает, что один из моих заместителей, господин Гоша, уезжает в Москву, находится в России и что он выступил в национальном СМИ. Гость на прокремлевском канале RT на французском языке, вещание которого запрещено во Франции, Серил Гоша рекламирует ход выборов. Месье Гоша, добрый вечер. Добрый вечер, Антуан. Вы здесь в качестве наблюдателя. Так что вот уже два дня вы в основном посещаете избирательные участки здесь в Москве. Как вы оцениваете обстановку на месте, общую атмосферу? Вы говорите, что являетесь местным избранным на самом деле. Когда он говорит, что является местным избранным, во Франции очень часто говорят, что он является председателем избирательного участка. Что действительно можно сказать, так это то, что атмосфера спокойная. За месяц до выборов главный оппонент Владимира Путина, Алексей Навальный, умрет в тюрьме при невыясненных на сегодняшний день условиях. И многие другие оппозиционеры также находятся за решеткой. Мы видим людей, которые приходят на избирательный участок расслабленными, у большинства из них улыбки и которые очень рады выполнять свои гражданские обязанности. Во всяком случае, вот здесь в этом отношении ничего особенного, на что можно было бы указать. Никакой видимой разницы с атмосферой избирательного участка во Франции. Мы должны позволить ему высказаться. Его апология путинского режима будет стоить ему его муниципальной делегации. Сегодня, месье Гоша, вы предаете республику одним из избранных представителей, которой вы являетесь. Из этого следует, что вы пошли поддержать объявленный плебисцит Владимира Путина. Да, я знаю, это народ, и не только из России. Это мало что значит. Беларусь, Украина, все это образует единое целое, и в конечном итоге это один и тот же народ. Значит, заявление, которое дословно повторяет слова Владимира Путина. Я просто хочу уточнить то, что всем давно известно, а именно то, что на самом деле в этом нет ничего нового, мистер Гоша регулярно ездит в Россию. Это правда, что я это знал. Теперь, что я знаю, это не я ответил журналисту, это не я сравнил французский избирательный участок с российским избирательным участком, это не я сказал, я избранный от республики. И я вот именно для этого и нужно испытать этот элемент там перед русскими. Это сделал не я. Вы знаете. Но если вы кажетесь джентльменом, все равно будьте осторожны, не ведите себя как провидец. Этого достаточно. Его слияние. Этого достаточно. Сирил Гоши снова становится простым советником. Итак, здесь 17 за, 15 не высказывается и один против. Обсуждение принято. Почему и как один французский местный избранный мог приехать в Москву через два года после начала тотальной войны на Украине, чтобы почивать на лаврах у Владимирского режима Путин? Мы встречаемся с Сирилом Гоши на следующий день. Он принимает нас в своем доме, но на определенных условиях. Я вынужден ответить вам обстоятельно. Вот почему я хотел, чтобы рядом с ним была маленькая камера, потому что вы хотите, чтобы я произносил сокращенные мысли. Перед нашей и его камерами Сирил Гоши рассказывает, как Россия пригласила его понаблюдать за президентскими выборами. Со мной связалась ассоциация франко-российской дружбы, членом которой я также являюсь. Это совершенно дружеское и доброжелательное членство. И они спросили меня, принимаю ли я это. Я быстро сказал «да». Ассоциация, о которой идет речь, называется «Франция. Экспатриация в Россию». Она оказывает помощь бизнес-лидерам, желающим вести бизнес в России. Сирил Гоши, который в 2018 году занялся недвижимостью в Москве, является ее спонсором вместе с депутатом Европарламента Тьерри Мариани. На своем сайте ассоциация рекламирует свои сигарные вечера в Санкт-Петербурге и продвигает сайты знакомств, специализирующиеся на девушках среднего возраста. Есть. Ассоциация назвала имена, и это российское государственное учреждение, которое организовало эту операцию. Это общественная палата Российской Федерации, которая оплачивала все авиабилеты и проживание в отелях. Меня спросили, какой день меня устраивает в моем расписании, а затем какой город я хотел бы посетить. В связи с мартовскими президентскими выборами Россия отказала в доступе на свою территорию наблюдателям ОБСЕ, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая обычно наблюдает за выборами по всей Европе. Она предпочла пригласить более тысячи наблюдателей со всего мира. Немецкая неправительственная организация ПД определила 128 из них, в том числе 13 французов, самый большой контингент. Для Кремля это эффективный метод. Пригласить западных политиков прежде всего для того, чтобы они хорошо отзывались о фактически сфальсифицированных выборах, а также для того, чтобы наладить связи и развивать эти сети в Европейском Союзе. В списке наблюдателей дружественных Москве Сирил Гоша, а также бывший сенатор Эмири де Монтескье, крайне правый антисемитский активист Иван Бенедетти. Влиятельный деятель заговорщиков Фрэнк Пенгем или бывший журналист Кристиан Ролл, отправленный в регион Карсон на аннексированной Украине. Он тоже собирается дать интервью Арти в бронежилете на спине, чтобы рассказать о демократической жизни в зоне все еще находящийся под военной оккупацией. У меня такое чувство, что здесь больше демократии, чем, например, во Франции. И мне кажется, когда я вижу, что люди счастливы, это новый вид свободы. В офисах, которые я смог посетить, у людей не было страха в животе. Извините, что так говорю. Извините, что так говорю. Вы хотите, чтобы я вам солгал? Сколько вы мне платите, чтобы я вам солгал? Давайте проясним ситуацию, пойдем до конца. Потому что реальность такова. Реальность такова. Вы знаете, я очень свободный человек. Те, кто меня знает, это те, кто иногда меня немного побаивается. Это знают. Я не тот, кого так используют или используют. Это действительно не мой стиль. Используются ли какие-либо инструменты, когда вы являетесь приглашенным наблюдателем? Мы задали вопрос одному из них, Тьери Мариани, депутату Европарламента от Республиканской партии, известному своими пророссийскими позициями. Несколько раз приглашенный в качестве наблюдателя для проверки результатов выборов, организованных Кремлем, в частности на оккупированной Украине. Есть ли у нас риск быть использованным приглашающей державой в качестве инструмента, когда мы являемся наблюдателем в этих условиях? Конечно. Это очевидно. Конечно, да. Но все, подождите, мы находимся в условиях войны, когда все используют всех и используют всех в своих целях. Наблюдатели, которые были на месте, безусловно, видели хорошо организованные выборы там, где они были. Но я повторяю, там тысячи офисов. Это минимально авторитарный режим. Я не знаю, будет ли. Я здесь. Это авторитарный режим. Месяцем ранее господин Навальный умер в тюрьме. В тюрьме много политических оппонентов. Так ли это на самом деле? В конце концов, если это все равно мало что изменит в конечном результате, очень ли полезно, чтобы авторитарный режим использовал это в своих целях? Во-первых, всегда интересно лично посмотреть, как это происходит. Во-вторых, вы используете свои заявления в своих целях. Вам решать быть сдержанным или уравновешенным в своих заявлениях. Фальшивые наблюдатели, дезинформация, взлом. Россия стремится всеми способами, особенно в последние месяцы, раскачать общественное мнение, чтобы подорвать западную поддержку Украины. Но насколько успешно? Несмотря на поддержку, которая по-прежнему важна для Украины, у нас все еще есть слои общественного мнения, которые постепенно меняют свою позицию по сравнению с тем, что можно было наблюдать в течение нескольких месяцев после 2022. Россия действительно пытается сыграть на этом и усилить свои действия. Наше общество находится под угрозой. Если бы был чемпионат мира по лжи, по целенаправленной лжи, Россия была бы чемпионом мира. В преддверии Олимпийских игр, европейские спецслужбы опасаются, что российская угроза еще больше усилится и теперь предупреждают об опасности саботажа или насильственных действий. Ну что, ребята, видели вы? Да ничем не отличается от предыдущего фильма, который я тоже переводила, выставляла, где этот вот мелкий такой лягушатник, который у Петра Толстого брал интервью, бегал и кричал про то, что путинская Россия, там какой-то ужас, кошмар-кошмар. И вот так, пожалуйста. Я уже не говорю про этого Навального, которым они носятся, как вы знаете, с красными трусами на палке. Это страются с ним все время. Про своего Джолина Ассанджа они молчат. Про то, что они довели Сноудена, они молчат. Про выборы в Америке тоже. Не дай бог ты что-то скажешь, тебя тут же присадят. А тут, пожалуйста, надо критиковать. Даже то, что были наблюдатели, все равно они все это вывернули, перевернули и перевернули все вверх ногами. У меня даже слов нет, не хочу даже комментировать, вы все видели сами. Подписывайтесь на мой канал, в ближайшее время выйдет еще пару новых интервью с Петром Толстым. Все, всем до связи. Пока-пока.